Всем привет, дорогие друзья! Пусть название вас не смущает, потому что я уверен, что именно кожаным ублюдком называют Realme GT конкуренты, которым он поломал все планы. Все дело в том, что он, забегая вперед, можно сказать, наверное, весьма удачным получился. Побольше бы, знаете, рынку таких вот дерзких устройств, и было бы хорошо. А то называются только убийцами флагманов, а на деле не являются. А этот не называется убийцей флагманов, но он является таковым. Друзья, давайте о нем говорить. Заказал я этот телефон на Алиэкспрессе, когда были распродажи. В нашей телеграм-группе увидел пост, ну ребята постарались, дешевле 30 тысяч рублей с доставкой из Москвы и Курьерска до дома, без всяких налогов и прочего. То есть заказал и через несколько дней его привезли. Обошелся он мне дешевле 30 тысяч рублей. И при этом он предлагает за эти деньги просто немыслимые. Snapdragon 888, Amoled-экран с частотой 120 Гц и тачем 360 Гц, а также зарядку примерно за полчаса до 100%. Вот это все и плюс вот такой вот материал спинки, эко-кожа дешевле 30-ки. Уверен, многие из вас тоже хотели бы взять его по такой цене, но не смогли. А все почему? Потому что вы не подписаны на нашу телеграм-группу скидки и акции, где мы собираем самые выгодные предложения. Вступайте в группу, экономьте вместе с нами. Ссылка будет в описании. Итак, что получается? Дешевле 30 тысяч рублей, а все как-то слишком хорошо. Китайский соловей, как говорю я, ну как-то слишком сладко поет, да? Давайте искать подвох. Короче, этот обзор будет посвящен поиску косяков и подвохов всяких. Начнем с комплектации. Что там? Вот коробка большая такая. Может быть они просто вот этим вот размером компенсируют что-то. Ну вот смотрите, что внутри находится. Телефон, зарядное устройство, мощное, 65-ваттное, толстенный кабель USB-C, документация, иголка извлечения SIM-лотка. Лоток, кстати, двойной, можно вставить только две SIM-карты. А еще посмотрите, есть чехол и есть наушники. Это вообще очень редкий гость. С комплектом, я считаю, никакого подвоха, все хорошо, богато получилось. Подвох может, друзья, случиться в выборе расцветки. Предлагается телефон в трех цветах, в двух таких вот стеклянных и одна версия, как у нас, с эко-кожей, желтенькой. Я считаю, что если и покупать Realme GT, то только, конечно же, вот в таком цветовом решении. Это знаете, как Ferrari взять не в красном, а в коричневом каком-то. Ну это деньги на ветер, вот. Этот вот цвет достаточно хорошо передает его суть. Он такой вот гоночный, такой яркий, такой выделяющийся. Очень приятен тактильно, и я думаю, что в этом цвете ему и чехол никакой не нужен, потому что вот какой он красивый, хороший и обращающий на себя внимание. Давайте возьмем паузу и про розыгрыш, наверное, поговорим. Недавно у нас состоялся стрим, где мы выбрали 17 победителей на кучу разных призов. Смартфоны, аксессуары и так далее. Ссылку на стрим я дам в описании, пройдите, и может быть, ваше имя там в качестве одного из победителей есть. И дайте знать, если вы выиграли что-то там, потому что не все еще связались с нами, вот. Во время стрима мы обнаружили такую приколюху, что когда я проверял список подписок у победителей, рядом с нашим каналом был канал Стаса АйКакПросто. И я так что-то шутку сказал, ну что-то это, наверное, знак, да, нужно совместную коллабу сделать. И прошло некоторое время, и знаете, действительно, мы решили сделать совместную коллабу со Стасом АйКакПросто. Мы разыгрываем два смартфона. Вот, давай, кидай сюда. Этот смартфон будет от нас, Poco X3 Pro, а Стаса разыграет Poco F2 Pro. Офигенные телефоны за свои деньги, очень крутые в своих сегментах. Короче, что этот телефон классный, что тот телефон у Стаса классный, я бы с удовольствием оба выиграл. Но я не могу, потому что я организатор. Короче, как выиграть эти телефоны? Первое. Вы должны быть подписаны на оба YouTube-канала. На наш и на YouTube-канал Стаса. Второе. Необходимо оставить какой-нибудь комментарий под этим видео. И третье. Ну, это условие необязательное. Поставить лайк этому видео, нам будет приятно. Это благотворно скажется на распространении ролика. Короче, не жадничайте, ставьте лайк, потому что это хорошо. Вот. Мы от нашего канала будем проверять наши комментарии, и победитель получит от нас Poco X3 Pro. Но убедитесь, что список подписок у вас открыт, и вы подписаны на оба канала. Ссылку на видос Стаса, где он разыгрывает Poco F2 Pro, я дам в описании. Участвуйте, друзья, и желаю вам удачи. Участвуйте в других наших розыгрышах. Списки розыгрышей в описании. Удачи! Веганская кожа соседствует здесь, как считает, наверное, большинство, не самым премиальным материалом – пластиком. Рамка здесь пластиковая. Но это даже хорошо, потому что это благотворно сказалось на двух вещах. Первое – телефон очень легкий, ну все же для таких вот размеров, для такой начинки. Второе преимущество применения пластика заключается в следующем. Здесь Snapdragon 888. И вы знаете, что все смартфоны на 888, они греются как шакалы просто-напросто. И это грубо быть к шакалам по отношению. Греются как демоны, короче. Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, скидывается яркость, закрывается приложение. Meizu 18 вообще выключается от перегрева. Asus Zenfone 8 Flip. Вот свежий обзор совсем. 62 градуса вам. Как? Корпус? Это корпус? Короче, полная дичь, трэш, садомия. Вот это все происходит со смартфонами на 888. И что могла придумать Realme здесь? Вы думаете, он тоже греется дико? Нет. Это самый, можно так сказать, менее горячий телефон на 888, который я когда-либо держал в руках. На сегодня он самый, будем говорить, прохладный на 3-х восьмерках. Подробнее об этом чуть позже. Но просто мне надо было сказать, почему пластик здесь это благо. Вот на текущий момент, что я говорю, очень похоже все на рекламный обзор. Мне как-то от этого даже грустно становится, потому что нам не заплатили. И я телефон, я напомню, купил сам. И вообще, Realme, где мой подарочный набор, как у Стаса? Такая коробка большая, где там смартфоны еще какие-то приколюхи были. Я что-то раздосадован немного. Ну да ладно, может быть в экране есть подвох. Вот характеристики панели. Тоже подвоха нет. Что за фигня вообще? И DC-димминг есть, и частота высокая. Шим скоро замерим, пока хочу показать вам раздел экрана. В еще можно менять частоту обновления. Есть авто, есть стандарт 60 Гц, есть высокая. Ну, 120 Гц максимум. Я считаю, что если смартфон поддержит высокую частоту, то не надо этим пренебрегать. DC-димминг, он активируется в лаборатории Realme. Вот здесь вот. DC-димминг, пожалуйста. Сейчас активен DC-димминг. Вот он не активен. Давайте без DC-димминга буду сейчас замерять. На 100% яркости 5%. Снижаю, и вместе с тем наблюдайте, как растет коэффициент пульсации. Растет он не быстро, яркость уже наполовину. Вот здесь вот полезло, да? Ну, давайте побольше. Вот. 153H. 150, да? Активирую DC-димминг, и, пожалуйста, в два с лишним раза. Но все равно очень высокие остаются. Не идеально реализовали эту функцию. Ну, она хотя бы есть. Наверное, плюсик маленький можно поставить. Пользуясь случаем небольшой хендзончик. Давайте организуем. Сканер отпечатков пальцев находится в экране. Ну, под стеклом. И находится он по ББКшному, очень близко к нижнему торцу. Это единственная претензия у меня к нему. Так он быстрый, точный, не мгновенный. Но нареканий по части работы никаких не вызывает. Ну, низко. Видимо, разработчика просто одной фаланги нет. Либо очень-очень коротенькие пальчики. Хотелось бы, чтобы сканер был где-то вот здесь. Звук стерео. Спинка немножко вибрирует. Это определенно не лучшее стерео, которое я слышал в смартфонах. И определенно не худшее. Ну, середняковое такое. Достаточно большинству, я думаю. Теперь про автономность. Панель 120 Гц должна, наверное, много потреблять. Батарейка здесь на 4500. На самом деле здесь две батарейки по 2250. Но время работы, знаете, получается какое-то нормальное. Я могу сказать так. Нормальное для такого железа, для такого экрана. У меня выходит в среднем около 5 часов за 2 дня. Вот примерно так. Если за день, то можно, ну, все равно 5-6 часов вот можно высадить. Никакого сильного энергопотребления я не замечал. Автономность. Ну, вполне себе ок. У Realme никогда, на самом деле, претензий к времени работы у меня не было. Теперь про скорость заряда. Это одна из трех главных фишек этого телефона. В 65-ватт блок. Он гигантский. Это, собственно, главная причина, почему коробка такая здоровая у него. И кабель, он в сечении очень толстый. Вот для сравнения, я не знаю, будет видно, нет. Для сравнения обычный кабель. Заряжается, как говорит производитель, за 35 минут. Нам стало интересно, действительно ли за такое время он заряжается. Потому что OnePlus, который вот у нас недавно был, какой девятый, да? И предыдущий OnePlus, ну, частенько заряжались не так быстро, как заявляет производитель. Но Realme, более честные ребята оказались, у нас получилось 37 минут. При том, что включили мы на зарядку из глубокого типа разряда. Вообще, наверное, лучше с 1% типа заряжать. Ну, 37 минут, 35 минут, как они заявляют, это все равно очень-очень-очень быстро. Камера Realme GT. И вот он, наверное, главный подвох этого устройства. Они активно подчеркивают применение 64-мегапиксельного сенсора Sony. И на коробке даже сзади, прям большими буквами. На деле мы что видим? Сзади три глазка. Есть основная камера, есть ультраширик, 8 мегапикселей без автофокуса. И есть 2-мегапиксельная затычка макро. Результаты с камеры этого телефона выглядят по-релмишному. Вот как Realme обычно снимает. Что вы ожидаете увидеть от Realme, то же самое выдает Realme GT. То есть нельзя назвать фотографии плохими, ни в коем разе. Нельзя назвать их лучшими, вообще никак, ни в каких условиях. Это такой вот усредненный, середняковый результат, который ты ожидаешь получить примерно за эти деньги. Ничего ужасного, ничего сверхъестественного. Просто фотки, которые можно сохранить на память. В сложных условиях настоятельно рекомендую не пренебрегать ночным режимом. Потому что он реально способен сделать совершенно другой, более качественный результат. Ширик без автофокуса, 8 мегапикселей. Он так себе просто позволяет снимать большой угол на качество. Здесь не рассчитывайте. Основная камера, вот еще вам примеры, пожалуйста, показываю. Но она меня не расстроила. Она меня не порадовала. Она просто вот такая вот нейтральная. Нейтральное ощущение она и вызывает. Когда освещения не хватает, все так себе получается. Но, когда с освещением все хорошо, фотки суперские получаются. Вот реально суперские. Поэтому все зависит от того, в каких условиях вы снимаете. Ну и, конечно же, кто снимает. Я думаю, вы молодцы, вы справитесь. Вот что я думаю. И важно, друзья, обязательно отключайте искусственный интеллект. Иначе он будет делать с цветами что-то невообразимое. Пример видео 4К, 60 FPS. Снял маску. Голос должен быть лучше. В помещении. Автостаба нет в камере. Чисто электронка отрабатывает. Но отрабатывает, смотрите, весьма эффективно. В одну руку сейчас телефон взял. Двоение есть от этого. Никуда артефакты такие. При электронном стабе, конечно, нет. Но зато стабильно. Вот. А если снимать какую-то статику, то вообще очень вполне себе стабильно. А ультраширик записывает только Full HD 30 кадров в секунду. Ну, ему тяжело. Прям в таких условиях я вижу. Прям... Да, тяженько. Котенок страдает широкоугольный. Вот. С видео модель GT держит марку Realme. То есть стабильно все так себе получается. И звук такой не очень. И стабилизация. Ну, ОС нет. Чисто ЕС. Ну, вы сами все видели, друзья. То есть видеосъемка, это, наверное, самое слабое место этого телефона. Поэтому, если вы снимаете видео, и для вас видео важно, имейте в виду. И вот мы подошли к главному, что выделяет этот телефон на фоне всех остальных. Здесь Snapdragon 888. За деньги, за какие? Дешевле 30 тысяч рублей. Вот такой вот чипсет сюда поставили. Обычно 888 мы не хвалим. И здесь я его тоже хвалить не буду. Вот. Но я похвалю его реализацию. Мы прогоняли его в троттлинг-тестах в трех режимах. В обычном. В игровом режиме Pro, когда я эти самые тесты добавил в раздел игры. А также мы проверяли их в режиме GT. Итак, результаты троттлинг-теста CPU, 100 потоков, 30 минут. Что мы видим на скриншотах? А мы видим, что режим GT это какое-то плацебо. Я бы даже сказал, что он ухудшает. Вот он ухудшает производительность. Можно, в принципе, в авто играть или просто в игровом режиме Pro. И это особенно заметно на цифрах, которые мы видим в троттлинг-тесте GPU 3D Mark. У них конечный результат, посмотрите, очень близок на уровне погрешности какой-то. То есть, реально без разницы, в каком режиме вы будете играть или там тестировать. Все примерно одинаково. И троттлинг при этом есть, как вы видите. И конечные результаты под долгой нагрузкой, они не выше, чем у смартфонов в неплохой реализации Snapdragon 865. То есть, 888 здесь в своем репертуаре. Но он не очень, вот так вот скажу, для флагмана. Однако, за эти деньги нормально, терпимо. Главное, что если другие телефоны на 888 держать просто невозможно под нагрузкой. Они горячие. Они там ярко скидывают, при этом еще и закрывают приложение. Этот телефон, он просто теплый. Ты просто пользуешься им как телефоном на, на каком, не знаю, на 765 снапе, например. В 720-м он реально не горячий вообще никак. Никакого дискомфорта абсолютно. Руки, наверное, не обжигаются, потому что здесь все-таки пластик применяется. Но и система охлаждения здесь заслуживает похвалы. Здесь применяется какая-то многослойная система, которая состоит из слоев, где нержавеющая сталь, где медь. Вот посмотрите, как это выглядит на слайде от самой Realme. А вот как телефон смотрится в разборе. В совокупности получилось, на мой взгляд, неплохо. Это точно лучше, чем уголек, который обжигает все и вся. Итак, игры. Первая Brawl Stars. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы в этой игре появился новый офигенный герой. Я слышал, такое работает с детьми. Да, некоторые блогеры их так разводят на лайки. Но вы можете поставить на самом деле. Итак, 116-117 фпс прямо сейчас. То есть, если игра поддерживает высокую частоту, то она идет с высокой частотой. Режим сейчас баланс. GT не активен. Вот, пожалуйста, не активен. И я имею здесь до 120 фпс. Идет все очень хорошо, все очень стабильно. Call of Duty Mobile. Здесь я хочу поговорить про тач. Он заявлен как 360 герц. Это очень хорошее значение. А еще, знаете, можно менять чувствительность сенсорного слоя. Заходите вот в эту менюшку боковую. Это в том случае, если игра добавлена в раздел игры. Но обычно автоматически добавляется. Далее вот сюда оптимизация касаний. И здесь можете менять. Если сделать минус 2, то будет ватненько. Будет такая типичная, не очень хорошая отзывчивость. А если сделать плюс 2 на нуле, на самом деле нормально. Но плюс 2 это вообще становится все очень резко, очень отзывчиво. На кончиках пальцев управления прям. Так что играть в пострелушке. Одно удовольствие на самом деле. И немного живой демонстрации. Максимально возможная графика. 60 фпс. Тач хороший. Плюс 2 чувствительность стоит. Режим производительности баланс. Не вижу смысла там. GT выставители про. Стерео правда помогает. Да. Не, идет очень все хорошо. Если вы рассматриваете игровой телефон. Причем в таких щадящих размерах. То Realme GT это вполне себе нормальный выбор. Genshin Impact. Максимальная графика. Режим 60 фпс. И я вижу, что реальный фпс. Прямо сейчас 56, 50, 40, 8, 47, 51, 46. С рывками идет. Ага. Телефон немножко нагрелся. Троттлинг уже какой-то есть. Давайте оставим на 15 минут. И посмотрим, что происходит. И замерим температуру. Прошло 13 минут. И сейчас я возьму его в руки. И я могу держать его в руках. Да. В отличие от Zenfone 8 Fleet. Помните, когда я вам просто обжигал. Что получается? Стекло 52, 49, 7, 46. Может, здесь там идет. Ага. Сзади. Спинка 49, 50, 49. Камера 46, 46. А у Zenfone 62 было сзади. Из-за того, что рамка пластиковая, а сзади не стекло, а кожа. Ощущается это все терпимо. Очень терпимо. Знаете, просто телефон сильно теплый. Не горячий вообще никак. Никакого физического дискомфорта нет. Держа телефон в руках. Что по FPS-у? 41, 40, 37, 35. Да, просадка случилась. Но, в принципе, я думаю, на 60 FPS выйти можно, если понизить немножко графику. Но я думаю, что 865 в хорошей реализации, с хорошей системой охлаждения, реально был бы не хуже, чем Snapdragon 888 в том же Realme GT. Да вообще, в принципе, в любом смартфоне, где 888 применяется. Вернулся в город. FPS, кстати, подрос. Телефон у меня в руках несколько охладился, наверное. Давайте проверим влияние GT-режима этого. Ну, 51, 54 FPS. 54, да, 53. Так, заходим сюда. Включаю режим GT. И 56, 53, 57, 56. Что-то изменилось вообще нет. 48, 47, 45. 41, 34. Мне кажется, вообще ничего не изменилось. Ну, да, этот режим GT что-то ни на что особо не влияет. Яркость не скидывается. Ну, я думаю, на этом все. Выводы, друзья. У меня две мысли вообще по поводу Realme GT. Первая мысль. Realme GT это первый после Realme X2 Pro. Такой хитяра, который можно смело порекомендовать к покупке. При этом он не бюджетка, не середняк, что это что-то вот топовое. Со времен X2 Pro ничего такого внятного не было на самом деле. Вторая мысль заключается в следующем. Это трушный убийца флагманов. То, что раньше выпускала OnePlus, теперь это знамя вот подхватило Realme и сделало модель GT. Пока действительно OnePlus занимается непонятно чем, Realme хоть делает вещи. Он стал моим третьим любимчиком в сегменте от 20 до 30 тысяч рублей. Первый это Poco F3, сбалансированный телефон на шустрой MIUI, прикольное железо, хороший экранчик. Второй любимчик это Samsung A52, я думаю. Телефон данный, наверное, не для гиков, но для ваших мам, бабушек, для ваших сестер, подруг. Будет нормас. Влагозащищенный, с оптической стабилизацией и с приятной оболочкой. И третий телефон это вот Realme GT. Вот эти три телефона я могу порекомендовать к покупке без какого-либо стыда. Из откровенных минусов Realme GT можно, наверное, лишь камеру упомянуть. И то даже не камеру в целом, а скорее видеосъемка только. Камера, ну, с ней можно смириться. Она, в принципе, нормальная, особенно в хороших условиях, очень круто снимает. А видеосъемка, да, это косячок. Что касается положительных сторон, то их так много, что я не буду их перечислять. Просто вам проще заново посмотреть обзор этот. У него реально много положительных сторон. Это убийца флагманов. Каким убийца флагманов должны быть? До тридцатки, мне кажется, он предлагает очень хорошее сочетание характеристик и возможностей. В России, вроде бы, в августе. Цену я не знаю, но ждать не обязательно. Как я уже говорил в видео, можете заказать его на Алишке, глобалку. И желательно со склада уже в Москве, чтобы не было никаких пошлин. Где взять? Друзья, вступайте в нашу группу скидки и акции и все узнаете. И, кстати, друзья, участвуйте в розыгрыше. Poco X3 Pro и Poco F2 Pro ждет вас. С вами был Евгений, мы был Телефон.ру. Подписывайтесь, если у вас еще не подписаны. И пока-пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok